Студия Ночное такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Стемины семечки не было чтоб грустно Щелкайте, щелкайте, щелкайте Стемины семечки правда очень вкусно Стемины семечки покупаем в русских магазинах Европы Стемины семечки правда вкусно Да, дорогие друзья, это программа Стартовая площадка И в течение ближайшего часа в нашей программе Замечательный автор-исполнитель из славной столицы Татарстана Из города Казани Это Алексей Иванов Мне вообще очень приятно, что отношения с Казанью Каким-то образом у студии Ночное такси Успешно складываются вот уже на протяжении 20 лет В 1695 году именно нами со студией Ночное такси И с указанием, что это серия Ночное такси Кстати, на тираже компакт-дисков и тогда еще магнитофонных кассет Был выпущен альбом с замечательной песней про Казань Автор-исполнитель родившегося в этом славном городе И с ним по сей день мы очень дружим Это, конечно же, Алексей Степин И именно тогда, собственно говоря, казанская музыка Впервые пришла на всероссийскую эстраду Ну вот как раз сам по себе Леша Степин Как раз стал именно родоначальником своего рода Такого казанского шансона Как мы тогда это стали называть Потому что до сих пор у нас, в общем, не было никогда музыки Которая бы рассказывала в этой стилистике Об этом замечательном, кстати, и огромном городе Затем, конечно, появились и другие музыканты Которые оттуда пришли к нам Но для меня очень важно, что все это началось 20 лет назад И, кстати, была замечательная песня про Казань Которая была издана тогда на этом компакт-диске нашем И, как сейчас помню, альбом этот чудесный Носил название «Не плачь, Анюта» Вот тогда, собственно, песни про ваш столичный Казанский град Ушли к людям Но что касается более поздних времен То много лет с нами сотрудничает музыкант, проживающий в Казани Его зовут Дима Казанский Парень, который записал уже, по-моему, даже два альбома Там у вас в Казани, в одной студии Сам нашел нас, и он сотрудничает с нами уже в направлении без малого четырех лет Поэтому у вас, так сказать, что называется В нашем эфире и в нашей команде есть свои земляки, Алексей Добрый вечер Я вначале хотел сказать спасибо за то, что пригласили меня сюда, в этот эфир Для меня это действительно большая честь Находиться в этой, не побоюсь этого слова, легендарной просто студии И беседовать с вами, Александр, тоже Спасибо, на добром слове, оно и кошке приятно Но легендарными становимся после ухода из жизни Не легендарные, живые Тем не менее, я просто рассказывал У меня в памяти 96-й год, когда я просто ходил в институт Пешком специально шел, и у меня был кассетный плеер тогда И я нажимал на кнопку, и там студия ночное такси представляет Новый альбом Александра Замбаума «На плантациях любви» Это было всего лишь 20 лет назад Да-да-да Совсем-совсем Я даже тогда представить себе не мог, что я буду находиться уже вот в этой вот самой студии Уже как автор-исполнитель Просто для меня это, на самом деле, очень важное событие и большое счастье Спасибо, спасибо Я еще раз повторю, не мною, так сказать, изобретенную сентенцию Что доброе слово, оно и кошке приятно Что касается легендарности, всегда боюсь подобных абсолютно терминов Честно могу сказать, да, потому что я все-таки считаю, что мы все с вами живы Еще не совсем старенькие Мы, в общем, откровенно говоря, еще у нас все впереди И поэтому я думаю, что легендарность это все-таки не для нас Обычно, к сожалению, это слово очень часто Ну вы-то это искренне, конечно, говорите Но используется, как правило, коммерсантами от музыки Для продвижения каких-то своих, так сказать, музыкальных, я не знаю, групп там или еще чего-то Мы не легендарные, мы, подчеркиваю, живые Мы обычные люди, которые любят делать то, что делать умеют И стараются сделать так, чтобы каждый музыкант, который приходит к нам Смог получить то, ради чего была создана нами в 1885 году эта студия То есть, чтобы каждый музыкант с нашей скромной помощью мог найти свою аудиторию Мог найти своего слушателя и зрителя Собственно, вот этой, а вы человек театральный Поэтому вы понимаете слово «сверхзадача», которую, так сказать, великий Станиславский Да, и поддерживающий его иногда Немирович Данченко, так сказать, собственно, возносили на флаг Да, то, на самом деле, сверхзадача, конечно, нашей студии, говорю это уже без всякого юмора Это именно возможность талантливым людям, в основном авторам, конечно Поскольку студия открывалась для авторов Дать возможность найти своего слушателя и зрителя Дать возможность выйти на аудиторию Поэтому вот этому посвящено все, что мы делаем, начиная с октября 1985 года В прошлом году мы отметили 30-летие нашей студии Это было в ноябре прошлого года Мы отмечали сразу две даты Поскольку в октябре исполнялось нам 30 лет 5 лет телевизионного канала «Ночной такси» на YouTube Вот где идет запись этой программы сейчас, которую мы с вами ведем Исполнялось полных 5 лет Но, к слову сказать, YouTube всего-то 10 Поэтому уже половину времени работы этого хостинга Мы уже там, так сказать, находимся И как раз все это отмечалось в ноябре Для того, чтобы получился большой фильм Который отмечал сразу два вот этих события Я благодарен вам, конечно, за теплые слова Но больше всего я благодарен, конечно, за верность хорошей музыке И за сотрудничество Потому что, поверьте, мне, конечно Мы же работаем для людей И мы абсолютно не снобы И журнал «Сноб» мне не близок Хоть говорят, что он там самый демократический Я сам большой демократ, очень, да Но я ничего там демократического в таком названии, естественно, не вижу Потому что снобизм, на мой взгляд, это не самое удачное, что может быть у человека в жизни И, конечно, приятно слышать, когда люди помнят то, что записывал и сдавал 20 лет назад Кстати, вот как раз вы вспомнили, Леша, о «Плантации любви» Как раз «Плантации любви» Они записывались именно в тот период, когда у нас Причем это была очень большая, на самом деле, работа над этим альбомом Она шла очень долго Записывалась целая серия концептов Александра Розенбома Вернее, альбомов, конечно, студийных Которые мы начали записывать в 1994 году Я знаю, что вы любите творчество Александра Розенбома Поэтому мы сначала записали альбом Потрясающий альбом Мы сначала записали в вяло текущую шилофрению Причем, если уж так немножко уклониться от вас к Розенбауму Я думаю, это интересно, когда вы о нем вспомнили Я думаю, вы до меня не обидитесь, что потратили на Розенбаума Несколько лет эфирного времени Так вот, в 1994 году самые новые Сашины песни я захотел записать Будучи с ним знакомым еще десяток лет до этого Но тогда не было такой прекрасной студии Которая уже тогда появилась И не было радио А мне очень хотелось, чтобы у Розенбаума было вот именно так Все по-современному То есть цифровая запись, которая тогда только-только входила в оборот Ну и, естественно, эфир Вот когда мы все это дело подготовили Я позвал его вновь Ну, перестал за ним по-простому грязить на концерты Как просто поклонник с магнитофоном Ему это все очень понравилось И мы записали вяло текущую шилофрению в 1994 году Альбом интересен тем, что это самые свежие Очень такие социальные, в основном актуальные такие песни Розенбаума Которые я с большим трудом уговорил его записать в одном проекте И не смог уговорить его записать с музыкантами Он сказал мне, что жемчужины, которых ты для меня приготовил и навязываешь Они тогда уже стали работать в моей студии вновь, уже были собраны Они не подходят, они не сыграют современного Розенбаума, как сыграли его десяток с лишним лет назад В 1982-1987 году И я согласился, и мы сделали альбом с гитарой А вот то, что вспоминаете, Леша, вы Это как раз уже то, что было записано с аранжировкой, с оркестром «Братьев жемчужина» Это был 1995 год, альбом «Розовый жемчуг» И вот то, что вспоминаете, вы Чувствуется, как будто бы новый этап в творчестве Розенбаума Да, там было все по-другому Просто сегодняшняя программа о вас Поэтому я понимаю, что вы человек деликантный, интеллигентный Вспомнил Розенбаума, я уже автоматически, как ведущий, пошел следом за вами Хотя на самом деле все должно быть про Алексея Иванова, конечно, сегодня, а не про Розенбаума Но, в общем, идея в том, что как раз то, что вы помните Это был его третий студийный проект, который был записан в этой студии Действительно, в реальности, летом 1996 года Хотя вышел он позже Естественно, потому что альбом записывается в год И выходит, как правило, на следующий год Ну, или в самом конце года текущего Но это действительно было так Это был третий, подчеркиваю, номерной альбом Который был сделан в нашей студии абсолютно полностью у нас От идеи до воплощения Поэтому мне приятно, что спустя 20 лет вы это помните Ну, а теперь давайте сделаем так Поскольку вы в гостях в этой программе В стартовой площадке у нас впервые То у нас есть традиционные вопросы, которые мы всегда задаем Но поскольку у нас, слава богу, песен много И мы можем сегодня показать не одну песню Я предлагаю, перед тем, как я вас порасспрашиваю О вашей жизни и деятельности в славной Казани Чтобы вы, как диджей, на такие правила Вы пришли с материалом, вы диджей А вернее мозг диджей А руки диджея Мой младший сын Аркадий Фурмен Скомандуйте, так сказать, рукам, чтобы оставить в эфир Ну вот, пару лет уже, наверное, назад На студию ночной такси вышел мой альбом Который у него немножко странный И необычный Ну, оно всем запомнилось Может быть загадочное даже немножко название Называется он «Ей нравится, нравится мне» Вот перед выходом у меня были с людьми даже некоторые споры, что ли Одни говорили непонятные названия А другие говорили наоборот Очень необычные и запоминающиеся И все-таки я принял решение назвать именно вот так вот альбом «Ей нравится, нравится мне» И вот, если позволите, то первая песня Как раз пусть она и прозвучит Номер трека Первый Мы спрятались в лето, сбежав от сомнений и робостей Пьяненные свежестью вечных дурманящих слов Казалось, что путь от игры до влюбленности Поманит нас дальше туда, где любовь Она рассмеется красиво, плескаясь в прозрачной волне Она рассмеется красиво, ей нравится, нравится мне Ей нравится, нравится мне И падали звезды с небес и сгорали в желаниях Уловки неловких признаний сводили с ума Ах, как же красива она в обещаниях Ах, как же красива смеется она Она рассмеется красиво, застежку сорвав на ремне Она рассмеется красиво, ей нравится, нравится мне Ей нравится, нравится мне Что сбившись со следа, уже не догонит нас прошлое Не стоило верить и лето уже не вернуть Не сбудутся грезы и только одно безнадежное Зачем-то запомнится слово, забудь Она рассмеется красиво, прощаясь со мной при луне Она рассмеется красиво, ей нравится, нравится мне Ей нравится, нравится мне Стартуем вместе Здравствуйте, друзья, это программа «Стартовая площадка» Его прежде всего настроены на радиостанцию «Шансон-24» Наше имя в интернете – шансонспб.ру Заходите на большой портал нашей студии Нажимаете там соответствующую кнопочку «Радио» Включаете медиаплеер и будете круглые сутки с хорошей музыкой Нашей радиостанцией «Радио Шансон-24» Работает в сети интернет в Рунете уже на протяжении 5,5 лет Ровно столько же, сколько существует и телевизионный канал «Ночной такси» Который транслируется с платформы крупнейшего в мире видеохостинга YouTube Вот на YouTube сегодня, еще раз, как всегда, выходя в эфир Сообщу, у нас к сегодняшнему дню 29 миллионов и 649 с небольшим тысяч зрителей Прошло как раз вот за весь период нашей работы на YouTube Поскольку мы первые свои картины разместили в эфире YouTube 15 ноября 2010 года Вот ровно 5,5 лет в этом июне И вот приближаемся уже к 30 миллиону зрителей Вот как раз одновременно с нашим вещанием на YouTube Была открыта эта интернет-радиостанция Была открыта также в ноябре Это я для тех, кто это не знает, сообщаю И звучит она, конечно, не только с нашего портала ШансонСПБ.ру, как и любая интернет-радиостанция Она имеет свои сетевые ретрансляторы Поэтому, конечно, нам приятно, если вы слушаете нас с нашего портала Поскольку, все-таки, он, конечно, родной для станции Коли она физически находится в студии нашей токси Но на самом деле, слушать радиостанции Шансон-24 Можно не только с ШансонСПБ.ру Ее можно слушать со всех крупнейших российских хостингов Агрегаторов цифровых музыкальных радиостанций В частности, самый первый из них — Гузей.ком Тоже можно зайти туда и там набрать Шансон-24 И тоже встретить там наш плеер То же самое можно сделать на Инфобоксе То же самое можно сделать на Радиопотоке В общем, примерно 25-30 крупных площадок Для тех, кто интересуется вообще русскоязычными интернет-радиостанциями Доступны для вас, если вы хотите слушать Шансон-24 То есть не только с портала студии Но мы, конечно, называем этот адрес Потому что мы заинтересованы, чтобы вы заодно еще и посмотрели текстовую информацию Что же мы там делаем Чем этот портал хорош? Во-первых, он существует, Леша, уже 16 лет Мы открыли его очень давно Мы открыли его давно На самом деле он бы еще и раньше существовал с этим именем Но поскольку мы занимались московской станцией радиошансон А я был ее совладельцем, учредителем То московские товарищи очень попросили первое имя этого сайта отдать в Москву Поскольку никто не знал, что такое Шансон А открывали мы его, как вы понимаете, 15 лет назад, тот Шансон в Москве И поэтому мы передали туда самое первое наше доменное имя Ник, который еще интереснее звучал Просто Шансон.ру И других не было Все остальные были за нами Потому что мы были первые, кто-то сделал Поэтому Шансон.ру находится в Москве Ну, естественно, хоть я и ушел из той компании Но это, конечно, там осталось А мы себе тогда, 16 лет назад Сделали Шансон.спб.ру Ну, вот, собственно, под ним и работаем Уже 16 лет Вот, поэтому мы заинтересованы, чтобы люди заходили, конечно, на наш портал И могли знать, чем мы занимаемся И слушать, конечно, это потоковое радио, которое там идет круглые сутки Мои вопросы Ну, во-первых, я знаю по опыту нашего прошлого общения Потому что вы принимали участие у нас в съемках Мы выпускали тот самый компакт-диск, о котором мы сейчас сказали Что вы человек театральный Что вы театральный режиссер И для меня, конечно, очень важно, чтобы вы рассказали нашей аудитории О разных аспектах своей деятельности В течение этого эфирного часа Поэтому, в общем, начинаем с театра Вы действительно режиссер-постановщик Каких-то драматических спектаклей? Вы знаете, последний мой драматический спектакль, который я поставил Я поставил в институте Это был дипломный спектакль Вот, в общем-то, так режиссером театральным я и не стал А, это просто ваше образование? Это ваше образование, театральное отделение, режиссерский факультет В Казани В Казани, да, институт, тогда это был институт культуры Вот, который я закончил И в годы учебы я уже работал в казанских ресторанах Где-то, наверное, со второго курса мне было всего 17, что ли, лет Когда я начал уже работать в казанских ресторанах Довольно-таки успешно, надо сказать В общем-то, как в песне у Михаила Гулько есть Кабацкий музыкант, такая песня Хорошая песня На стихе Михаил Танчин Все верно И это на него приходит ресторан Там такая строчка была Хорошая песня Да, отличная И вот так как раз на меня и приходили в Казани Долгое время я там работал Пока на одном из праздничных мероприятий не появились люди Которые отмечали праздник Это были представители казанской телекомпании Телекомпании Эфир И я вот для них тоже пел песни После чего меня просто пригласили на казанское телевидение А я только-только закончил институт В общем-то, искал работу как раз И вот с тех самых пор уже 17 лет я работаю на казанской телекомпании Эфир То есть, в принципе, относительно режиссуры Мы тут, в общем, никого не дезинформируем Это режиссура, но телевизионная Да, на телевидении А что это за телепроекты, интересно? Проекты были самые разные Начинал я с развлекательной программы Там просто звучали поздравления Но мы их тоже сделали немножко театрализованными, что ли И сделали какие-то необычные постановки, которые зрители запомнились После этого я ушел в новости, ведущим новостей Вы сами работали диктором, да? Я работаю до сих пор диктором казанского телевидения Телекомпании Эфир Ну и как бы еще являлся и редактором, и корреспондентом новостей То есть, в принципе, работали в большом счете в новостном агрегаторе Я даже был редактором кинопоказа на телеканале Ух ты, как интересно Ну, наверное, театральное образование все равно в этом во всем помогло Конечно, конечно Потому что определенный канва, опыт, что называется, скелет того, как это делается И вот как раз театральное образование, да еще и мой кабац Ну, это совсем хорошо Вот потом все это вместе Ну, вы знаете, Леша, да Появился диск тогда, наверное, благодаря вот этим Ну, вы знаете, что ресторану вообще, на самом деле, бояться не надо И когда кто-то из звезд, так сказать, так называемой, там, российской, да, там, работают в ресторане То я всегда говорю, постойте, давайте остановимся и вспомним, а кто же вот так вот, махнув рукой, работал в ресторане Ну, вот я, например, сразу могу сказать про Луи Армстронга Он просто там жил Относительно Фрэнка Синатры, он там не только жил, он там еще и умер, прожив до 90 лет Вот, это как раз вот люди, которые четко работали в ресторанах, мировые звезды И нисколько не чирались того, что они работали именно в этих заведениях Поэтому я думаю, что не надо Я считаю, что это чуть ли не самый классный период в моей жизни, когда я там работал Уничижительности не допускают Нет, нет, нисколько вообще Хорошо, ну, видите, сколько информации Как хорошо, что мы с Алексеем этим летом встретились Поскольку я был очень рад, когда наш сотрудник Владимир Буицкий сказал о том, что Леша приехал И что он пишет новый альбом и хочет его принципиально издавать осенью Я решил, что надо в обязательном порядке воспользоваться летним временем и провести с ним час в эфире Так что, дорогие друзья, сегодня в стартовой площадке автор-исполнитель «Иславный Казани» Алексей Иванов Леша, командуйте Аркадем Александровичем Какой следующий трек и что вы скажете про него? Ну, раз уж вы сказали, что в работе сейчас новый альбом Я предлагаю послушать песню, которой не было на старом диске Это будет как раз вот работа, которая пойдет в новый альбом Я еще не знаю его название, но, возможно, она как раз и будет называться «Я счастлив в ожидании счастья» Тоже небольшая игра слов Это шестой трек «Первый весенний дождь» песня называется Ну, тут уже лето началось, но с дождями все в порядке Прости, я не верю прощальным словам Давай я надежду оставлю нам Там, где мы с тобою расстались Я счастлив в твоей власти Когда со мной первый весенний дождь Я счастлив в ожидании счастья Я счастлив в ожидании счастья Пока ты гадаешь, любовь не любовь Быть может, мой голос, услышав вновь Слезинку о прошлом легко смахнешь А может, прольешь настоящий дождь Пусть смоет он все опасения твои О разнице будущем и любви Ты помни, что там, где расстались все ж Я жду тебя в первый весенний дождь Я жду тебя в первый весенний дождь Я жду тебя в первый весенний дождь Мне нравится быть в твоей власти Когда со мной первый весенний дождь Я счастлив в ожидании счастья Я счастлив в ожидании счастья Я жду тебя в первый весенний дождь Мне нравится быть в твоей власти Когда со мной первый весенний дождь Я счастлив в ожидании счастья Я счастлив в ожидании счастья Я жду тебя в первый весенний дождь Мне нравится быть в твоей власти Когда со мной первый весенний дождь Я счастлив в ожидании счастья Я жду тебя, первый весенний дождь Мне нравится быть в твоей власти Когда со мной первый весенний дождь Я счастлив в ожидании счастья Я счастлив в ожидании счастья Стартуем вместе! — Да, дорогие друзья, мы стартуем вместе. Сегодня в программе «Стартовая площадка» автор-исполнитель из славной Казани Алексей Иванов. И мне очень приятно, что мы сегодня с ним вместе здесь и слушаем, кстати, и ту музыку, которая была уже издана от студии «Ночной такси», и вот только что озвучавшее такое дождевое, вполне себе под питерскую нынешнюю погоду произведение. Это совсем новая музыка. Мне очень приятно, что в преддверии прихода сюда Алексей сообщил нам, что новый альбом записывается на его родине в Казани, и осенью приедет сюда, приедет в Санкт-Петербург для издания весь музыкальный материал. Я, конечно, в этой ситуации с удовольствием опять приглашу Алексея к нам в гости, а также, как вот так вот публично, по секрету всему свету, конечно, приглашаю его и для участия в наших съемках. Мы всегда предоставляем возможность новые композиции, которые входят в печатные издания, в компакт-диск обязательно записать на нашей сцене, и я думаю, что Алексею надо будет по опыту и прошлого альбома тоже так сделать, чтобы какая-нибудь самая главная, заглавная песня появилась именно на видео, поскольку телеканал «Ночной такси» на сегодняшний день смотрит ежемесячно в среднем 950 тысяч человек. Для музыкального канала русской некоммерческой музыки на американском YouTube, в общем, это очень хороший результат. И самое главное, что эта аудитория очень стабильна, и я думаю, что показать новые песни из альбома самый лучший и самый короткий путь, проложить этим песням дорогу к людям. Ну и в прошлый раз так же было, я записал уже сначала три песни на видео. А потом мы издали компакт-диск. Я думаю, конечно, что и в этом году осенью тоже надо будет так делать, но у нас сейчас традиционный летний отпуск от съемок, но могу сказать, что эти съемки, в общем, на самом деле более чем интенсивно идут, и более чем интенсивно были и в прошлом 2015 году, и в этом 2016 году, потому что мы работаем всегда первые полугодия и завершаем его, как правило, в мае. — Ну я же сам телевизионщик, да, я видел, как слаженно и как четко работает, конечно, оператор. — Ну вас, да, вас не обманывают, вы посмотрите, как это, и главное, вы же имели возможность потом, когда это все смонтировано, озвучено, посмотреть это в эфире YouTube, к тому же мы показываем это в безупречном качестве 2К, мы показываем это в формате 1120 на 1080. — Это было очень здорово тогда. — Да, и передаем вам эти файлы для использования, естественно, то есть вы можете этим пользоваться уже без нас, агрегатируя там, где вы посчитаете нужным. — Ну вот мы в этом году, такой творческий отчет для вас, как для гостя, да, значит, мы в этом году отработали планово все полугодие, завершив съемки 30 мая, совсем вот только что, буквально неделю назад, да, значит, у нас были съемки, как и всегда, февральские, были съемки апрельские на фестивале памяти Аркадия Северного, который мы проводили уже 21 год подряд, и, кстати, снимали его на видео большая часть из этих 21 года, и вот только что мы снимали 30 мая. Снимали мы сразу две картины, снимали фильм «Рок волна», который делаем уже третий год, начиная с 2014 года, с осени, и снимали 16 выпускного «Лучшего». Всего, чтобы был понятен масштаб этих съемок, значит, за вот эти съемочные месяцы, вот съемочный период, ну, съемочный период, конечно, короче, чем период монтажа, вы это как телевизионщик тоже понимаете, что мы тратим большую смену на съемку, где-то в среднем 7-8 часов, но монтируем затем каждую картину не менее 4 недель, потому что, ну, это реально, работа с шести постов, шести камер, это большой труд, звук. А площадка у вас не изменилась? Изменилась. Изменилась. Да, площадка у нас новая. Вы посмотрите ее на YouTube, это крупнейший петербургский концертный клуб музыкальный, в котором очень любят выступать большие команды, в том числе рок-н-ролльные и даже не всегда российские, бывают и зарубежные тоже. Он носит название «А-2». Это новая площадка, она открылась осенью 2012 года, позже, чем шоу-холл «Атмосфера» на 4 года, в котором мы работали 8 лет. Она славится именно безупречным совершенно качеством сцены, сцена большая, она больше, чем шоу-холл «Атмосфера» в 3,5 раза. Там в 3 раза мощнее аппарат, стоит прекрасный звук и прекрасный, что важно для съемок, свет. И сама по себе площадка, я имею в виду, конечно, ну и сцена большая, конечно, но вообще вот сам по себе зал музыкального клуба 5000 квадратных метров. Более солидно это все выглядит. Да, да, 5000 квадратных метров, он рассчитан на 3000 зрителей. Ну, естественно, мы по своей традиции, нравится кому-то это или не нравится, но мы, конечно, никогда публику не снимаем. Потому что мы с публикой делаем, как правило, только один концерт в год в памяти северного, но я все равно не сторонник того, чтобы зритель у экранов завидовал тому, кто пришел на концерт. Но все-таки мы телевизионная компания, мы делаем это именно для того, чтобы сопереживали нашего музыканта у экрана. DVD или Blu-ray или YouTube, но не наша задача сказать, вот посмотрите, как было хорошо. То есть, понимаете, вот такой, на мой взгляд, неправильный способ промоутинга. Ведь, понимаете, вы прекрасно понимаете, да, что позвать бесплатно, естественно, студентов, нахимовцев, суворовцев, дело ведь несложное. Но они будут шуметь, бегать по залу, да, они будут создавать иллюзию популярности для каждого музыканта, а я, как продюсер, сниму плохое кино. Ну, понятно, почему, да, потому что люди, а кто-то еще ведь, ну, не усмотришь, и пивка попьют, не только шкваса, да. Это будет все шумно, это будет торопливо, они будут появляться где-то, и в итоге я не смогу правильно отснять хороший музыкальный фильм, который будет служить людям. Поэтому я не сторонник записи на открытых концертах, поэтому очень тщательно, как в телепрограмме, я всегда комментирую. А если рок-музыку снимаем, то я очень опытный рок-овед, у нас есть такой тоже рок-овед, у нас есть Олег Гробко, мой друг, который ведет здесь программу «Рок-Волна», то он комментирует вместе со мной, мы рассказываем о каждом из вас, о каждом из наших гостей, чтобы не обманывая никого, чтобы мы не показываем зал. Зато это очень красивая сцена, море света, 12-метровый кран, 6 камер, ну, в общем, сделано по-взрослому. Но все-таки не цель промотировать музыкантов, либо нашу студию, якобы полным залом, бесирующим. Все-таки цель – спеть, отыграть на сцене, чтобы это осталось людям. И человек у той стороны экрана, да, с другой стороны телевизионной трубки, он смотрит и понимает, что Алексей Иванов работает для него, а не для зала, где бесирует публика, люди там бегают, прыгают. Ну, вот это мой продюсерский принцип. Когда я записывал как раз «Новые лучшие», подошел оператор и поблагодарил меня, сказал, вы очень хорошо работаете на камерах. Ну да, потому что он почувствовал родственную душу специалиста. Ну, вот не знаю, я, конечно, это длинный разговор, можно тут, конечно, спорить, тут скажут, нет, наоборот, надо сто раз вызвать людей на съемки. Но потом, понимаете, я всегда говорю так, что, вы знаете, в каждой избушке вообще свои погремушки, и лучше со своим, с самым чужим унастырь не ходить. Вот мой унастырь такой, у меня четыре диплома в этой области, и я отвечаю за каждый из четырех полученных. Я действительно знаю, как это сделать с точки зрения того, чтобы людям это было интересно, и чтобы музыкант и команда, которая работает с ним, действительно открылся для человека, чтобы зрителям вашим действительно был человек с той стороны экрана, а не зритель, который смотрит репортаж о концерте, видит толпу бегающих студентов и думает, хорошо или плохо, что я туда не пошел. А здесь все-таки другое, мы делаем именно видеоискусство, мы стараемся отснять с наиболее выгодных ракурсов и также отмонтировать каждый музыкальный номер. И, естественно, информативная часть касается, конечно же, того, что перед каждым номером, перед каждой группой, перед каждым солистом мы рассказываем информационно правильно, не рекламно о том, кто он, откуда он, а приезжать к нам со всей страны. И я все-таки уверен, что вот такой очень лояльный к публике и именно телевизионный способ создания вот этих фильмов, концертов, что он, очевидно, для нашей студии является правильным. Ну, кто-то, конечно, может делать по-другому, мы же, так сказать, не монополисты, это же все, что называется, не универсально, но с той задачей, а наша задача – это качественно снятая музыка на сцене, и наша задача – информация о каждом из вас. Вот с именно этой системотехникой наши фильмы «Ночной такси – новое и лучшее», «Фестиваль памяти Аркадия Северного», «В джазе только девушки», «Рок-волна» на протяжении вот этих лет производства для YouTube, они справляются абсолютно по полной программе. К чему это я все говорю? Что я, конечно, хочу, чтобы в преддверии нового альбома мы выступили так же, как тогда, чтобы вы обязательно приехали, мы обязательно вот на этой новой шикарной площадке огромной отценили самое важное для вас. «Ночной такси» – оно абсолютно точно работает, когда просто кому-то презентуешь диск, и первым делом ты говоришь, что это Санкт-Петербург, «Ночной такси», и люди уже знают, и я действительно этим гордившись просто, что ты выпустил диск именно на этой студии. Ну, для меня очень приятно, конечно. И к тебе сразу совершенно другое отношение, к тебе отношение уже как к состоявшемуся к какому-то артисту, автору-исполнителю, то, что ты уже сделал какой-то важный шаг в своей творческой жизни. И выпустил диск на такой известной студии. Ну, для меня это очень приятно, Алёша, потому что всё-таки всё, что мы делаем, мы всегда делаем, что называется, очень последовательно. То есть мы никогда не занимались чем-то другим, и для меня, как для основателя компании, конечно, очень важно, что вот вы, человек, который получает этот материал, сделанный ваш нами, можете мне сказать в эфир вот такие тёплые слова, потому что, откровенно говоря, мы никогда заведомо и заранее об этом не думаем. Потому что наша задача, чтобы каждый музыкант получил здесь очень качественный продукт, будь то аудио, будь то видео, чтобы каждый музыкант был в этом эфире и на наших сайтах, в нашем медиа-стриме, чтобы музыканте рассказывали, и это имело отклик для музыканта. А когда кто-то ещё в этой ситуации говорит добрые слова в наш адрес, ну, ещё раз говорю, что это, конечно, очень приятно, хотя мы никогда не ставили себе задачу какое-то промотирование студии специально. Знаете, вот есть же люди, которые говорят, мы промотируем свой бренд или что-то. Поверьте мне, мы никогда этим не занимались, потому что мы считаем, что лучше всего за наш скромный труд говорят его результаты. То есть то, что сделали музыканты, то, насколько именно этих музыкантов известны, и насколько люди хотят продолжения. Я имею в виду зрителя, слушателя. И я считаю, что для нас это гораздо важнее, гораздо более важное дело, чем именно в целях какой-то коммерциализации, продвижения собственного бренда компании. Подчеркиваю, мы этим не занимаемся не сейчас, вот спустя 30 лет студии, мы этим не занимались и 30 лет назад. Мы просто всегда делали своё дело и делали его, подчеркиваю, именно в той логике и в той даже, я бы сказал, локализации музыки, когда авторы могут прийти к нам, чтобы они не играли. Ну, в основном мы любим шансон, конечно, но мы, как вы понимаете, работаем и с российской рок-музыкой, работаем специфически с женским пением, так сказать, не боимся, что нас увеличат в какой-то гендерности, потому что мы делаем специальный фильм для женщин, где женщины абсолютно разной музыкальной тематики исполняют именно своё, в основном, авторское, так сказать, музыкальное, что у них есть. И я считаю, что это тоже очень важно, потому что люди тем самым узнают абсолютно вне времени и без мужских, вот таких, знаете, сексистских рамок, что если она молоденькая, вроде как ей надо петь, да, она красивая, а вроде она стала старше 30 лет и вроде как больше петь, что ли, не может. Поэтому всё это безобразие, конечно, мы отметаем, потому что для нас в первую очередь это, конечно, музыка и то, что могут сделать наши гости, те, кто приезжают к нам и доверяют нам. Поэтому я благодарен за тёплые слова. А вот я хотел бы ещё добавить, что очень легко было работать с вами, потому что всё равно это работает удалённо, и ты, в общем-то, ну как бы волнуешься, как это всё будет, даже, в общем-то, особо ты не представляешь, но так, насколько это всё шло легко, непринуждённо, и просто всё само собой как-то происходит, что приехал, поговорил, вроде бы только работа пошла, и уже приходят коробками диски вообще, которые... Ну это очень хорошо. Ну мне радостно. Без всяких каких-то проволочек, без всяких сложностей, без каких-то проблем, ни одной проблем не возьмёт. Ну мне очень радостно, что это так, потому что, ещё раз говорю, здесь всё зависит от того, насколько вы настроены, но вы нормальный, современный и очень чутко чувствующий то, что происходит вокруг человека. То есть вы понимаете интерес социальный к тому, что вы делаете, вы понимаете, что вы можете это сделать сам. Вы понимаете, как мы к вам относимся, что наша задача, подчёркиваю, сделать максимально всё, чтобы вас узнали, чтобы тот отряд людей, которые послушают этот компакт-диск, послушают и посмотрят этот эфир, посмотрят ваши видео, записанные на нашей сцене, постепенно формировался вокруг вас, чтобы эти люди ожидали от вас вашего следующего шага. Вы понимаете вот эту логику взаимности, которая есть у нашей продюсерской компании, и у вас, как у автора, который создаёт, генерирует свою музыку. И мне это очень радостно, потому что мы говорим на одном языке. Чувствуется, конечно, и за это я вам очень благодарен. К тому же ваша профессия, собственно говоря, это и наша профессия, поскольку я же огромное количество лет занимался эфирным телевидением, и не зря перенёс это телевидение, так сказать, на YouTube. То есть было с чем уходить, был опыт, не просто было желание попробовать. Поэтому для меня ваши слова очень важны. Итак, Аркадий Александрович, его не видно, но он нам показывал всякие сигналы, что он хочет поставить музыку, потому что эфирное время стремительно близится к завершению. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы, Лёша, следующую композицию назвали для эфира. У следующей композиции название «Морской бой», но эта песня не о морских сражениях. Это тоже, ну тут, ну, все мы, наверное, в детстве играли в «Морской бой». Да, игра. Е-2, Е-5, вот. И эта песня как раз о опасной и захватывающей игре в любовь. Поэтому здесь запрятаны тоже немножко тайны. Ну и вертолика? Второй. Второй. Третьей. Третьей. Мы играем в морской бой Сейчас пальнешь, наверное, метко А один, и я один, теперь остался Но сдаваться нет причин, и я не сдался Мой выстрел мимо, надо быть осторожнее Стал опасней бой и тревожнее Ладно, будь что будет, играем без обид Ранен, 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 но бит Мы играем в морской бой Тяжелый случай Утопи все корабли Меня не мучай Бью опять и вот опять Все мимо цели Ты едва и я едва доплыл до мели Мой выстрел мимо Надо быть осторожнее Стал опасней бой и тревожнее Ладно, будь что будет, играем без обид Ранен, 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 но бит Мы играем в морской бой Кто как умеет Одинокий парус мой Еще белеет Хоть е-3, хоть е-3, был выбран верный И захватывает дух Неимоверно Мой выстрел мимо Надо быть осторожнее Стал опасней бой и тревожнее Ладно, будь что будет, играем без обид Ранен, 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 но бит Еще раз Мимо надо быть осторожнее Стал опасней бой и тревожнее Ладно, будь что будет, играем без обид Ранен, 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 но бит Стартуем вместе! Дорогие друзья, это программа Стартовая площадка В эфире радиостанции Шансон 24 Вы слушаете нас на портале шансонспб.ру Сегодня в гостях у нас автор-исполнитель из столицы Татарстана из Казани, музыкант, который уже не первый раз работает с нами Это Алексей Иванов И сегодня, в течение этого эфирного часа мы слушаем только его музыку А он отвечает на различные мои вопросы Леша, вот пришло теперь время поговорить о той студии, где все это записывается Ну, я знаю, что вы тогда даже прислали нам отдельные благодарности за качество звука Ну, мы, так сказать, поскольку информационная передача Да, расскажем немножко о нашей технологии Потому что, я думаю, это интересно не только вам, как музыканту Который с нами не впервые работает Но интересно и нашей аудитории Дело в том, что студия «Нашняя такси» Конечно, компания универсальная То есть, мы делаем все То есть, мы делаем, естественно, и аранжировку И записи, и сведения, и мастинг звука Держим для этого хорошие комплекты оборудования Постоянно обновляемые И, что немаловажно, очень опытных специалистов Но, конечно же, мы никогда не навязываем Музыкантам, которые приезжают к нам В прямом смысле слова со всего белого света Не только из России, из Казани Что вот именно у нас пишите аранжировку Именно у нас делайте оркестровку Именно у нас делайте сведения Естественно, мы не наставим Потому что это очень личностное дело Потому что все равно нельзя перебить И, что называется, попросить Изменить какую-то определенную творческую тактику Талантливых людей Которые создают свои песни В разных городах и весях Но это было бы неправильно Если мы каким-то образом Пытались бы заставить людей Это делать у нас Я считаю, что это было бы неверно В силу того, что пострадало бы качество Потому что все равно Творческие возможности автора Сочетаются с творческими возможностями Аранжировщика, сессионных музыкантов Там, где они находятся в постоянном контакте И то, что делаем мы всегда Если не пишем, естественно Свою аранжировку Это всегда делаем цифровой мастеринг Я помню, что вы сообщили свою благодарность Нашему сотруднику, который работает с вами Владимиру Дубовицкому О том, что, да, действительно Мастеринг звука был сделан очень хорошо Потому что мы всегда говорим Не делайте мастеринг в своих городах Пишите Присылайте нам сюда Именно в варианте Полного устраивающего вас сведения звука И уже мы на очень мощной технике И с очень опытным звукорежиссером нашим Который работает здесь более 20 лет Это очень важно Да, и занимается мастингом с 96-го года То есть 20 лет ровно Зовут его Андрей Грекалов Его имя стоит и на вашем компакт-диске тоже Мы обязательно сделаем вот эту так называемую Файнализацию звуковую Которая позволит действительно огранить Все грани вашего алмаза И превратить это в полноценный бриллиант Не мастерите у себя Оставьте это нам И мы это сделаем именно перед созданием Именно того мастер-диска Который будет эталоном для завода-изготовителя компактных пластинок Поэтому я был рад тогда, что вам это понравилось И вы увидели, что звук был максимизирован качественно Поэтому о нашей работе я вот рассказал То есть студии ночной такси В том звуке, который мы сейчас слушаем в эфире тоже Естественно принадлежит фонализация То есть именно цифровой мастеринг полученных фонограмм Который позволяет достигнуть максимального качества Звучания на компакт-диске, ну и соответственно файла Потому что потом это все оцифровывается И отправляется уже на современную файловую агрегацию Наша работа была только в этом Рассказайте о студии, где собственно создавалась Сама эта фонограмма в Казани Потому что мне очень понравился этот звук Мне он кажется очень правильным Именно для ваших, Леша, песен Поэтому я собственно и спрашиваю об этом Начну с аранжировок Потому что на аранжировке делал мой друг Зовут его Сергей Тутаев С самой первой песни до последней Все аранжировки это его И он мне кажется меня очень хорошо чувствует Потому что я прихожу к нему с идеей Показываю ему аккорды Примерно рассказываю какое должно быть настроение И ухожу И буквально прихожу уже только после того Как фонограмм готова И каждый раз он меня удивляет тем Что он попадает именно в то настроение Которое я и хотел Вот еще ни разу наверное не было То есть экстрасенс, телепат Ну видимо мы с ним дружим Он меня чувствует что ли И ни разу еще он не ошибся И каждый раз я прихожу и говорю Ну ты опять попал Ну вот опять то что нужно И каждый раз я вот ему за это конечно очень благодарен Я думаю что мы второй льбом тоже будем делать вместе с ним Вот песня «Первый весенний дождь» Это вот тоже его работа Интересно А что касается музыкантов Прича я вас перебиваю Потому что это тоже интересно Меломанам которые слушают много лет Наши программы И стартовую площадку И начнем такси А вот что касается живой сессии То есть это все сделано одним человеком Или привлекали сессионные музыканты Которые играли какие-то определенные солирующие партии Вот как было все это Это все делал один человек Он играет на нескольких инструментах А он сам мультирустоменталит Да да там и живые инструменты В его исполнении тоже в этих аранжировках есть Ну потому что там довольно много живого И вообще у меня Ваш альбом составил впечатление Знаете на нашем языке Так называется Аккуратная музыка Вот бывает музыка такая хулиганская Знаете немножко так сказать где-то Ну бывает намеренно Бывает и ненамеренно Такая знаете немножко разболтанная По всякому По игре солирующих инструментов По тому кто когда вступит Ну иногда конечно это имитирует Иногда это действительно есть Но здесь мне показалось Это сделано очень интеллигентно Очень аккуратно И даже чем-то напомнило мне По именно логике По строю Даже в чем-то напомнило мне Булата Куджаву Потому что мне показалось Что вот именно такой вот Маленький оркестрик Он очень соответствует песням Алексея Иванова И этот маленький оркестрик Ну я еще раз говорю Почему важно чтобы мы назвали Кто это делал Да чтобы было понятно Что у этого тоже есть То сказать имя Кто так сыграл Да это очень важно Для публики Потому что на самом деле Эта аккуратная музыка Она произвела в итоге Очень приятное впечатление Именно сочетанием со смыслом Потому что это бывает очень сложно И я согласен с вами Что этот человек понимает вас Сергей Тутаев Аранжировщик Казанский музыкант Мой друг Мы с ним Довольно таки давно уже дружим И он конечно меня чувствует И попадает буквально в каждую композицию То что нужно Ну это очень интересно Итак следующая композиция У нас создалась еще две песни До завершения нашей программы сегодня Как называется предпоследняя Давайте такую хулиганскую песню Такой шансон Песня называется Не говори Это четвертый трек Ну что тут скажешь Сердцу не прикажешь Уходит время нашей временной любви Не удержать его Ты это знаешь Не останови Что не говори Не удержать его Ты это знаешь Не останови Что не говори О любви ты мне не говори Слезы поутру свои утри Ты хорошая и симпатичная Но любовь моя не идентичная Ну что ты смотришь По нехитным взглядам Зачем не хочешь мою руку отпустить Ведь я клянусь Последним буду гадом Не надо больше о любви нам говорить Ведь я клянусь Последним буду гадом Не надо больше о любви нам говорить О любви ты мне не говори Слезы поутру свои утри Ты хорошая и симпатичная Но любовь моя не идентичная Ты хорошая и симпатичная, но любовь моя не идентичная Так отпусти и не держи обиду, ведь ты же много раз так уходила прочь И тем другим слететь с твоей орбиты, досадно было, как тебе сейчас точь-в-точь И тем другим слететь с твоей орбиты, досадно было, как тебе сейчас точь-в-точь О любви ты мне не говори, слезы поутру свои утри Ты хорошая и симпатичная, но любовь моя не идентичная Ты хорошая и симпатичная, но любовь моя не идентичная О любви ты мне не говори, слезы поутру свои утри Ты хорошая и симпатичная, но любовь моя не идентичная Ты хорошая и симпатичная, но любовь моя не идентичная Ты поскорей стуши свои ресницы, прошла любовь и кончился портвейн Осталось нам тихонечко проститься, прости, прощай, гудбай, ауфидурзейн Стартуем вместе! Ну вот так стремительно, Леша, и подошло наше эфирное время сегодня к завершению Я очень благодарен еще раз вам за приезд, конечно, очень благодарен Всегда рады вам в этой студии, рады на нашей съемочной площадке Уверен, что осенью, когда этот альбом будет готов, мы не только с удовольствием издадим ваш уже второй компакт-диск у нас Ну и, конечно же, предложим вам поработать Вот за кадром была видна моя жестикуляция Это я как раз отвечал на Лешин вопрос, наши уважаемые слушатели и зрители А та ли съемочная площадка, где вы записываете? Нет Она новая, большая, почти в 4 раза В 4 раза она больше, чем шоу-холл «Атмосфера», где мы работали 8 лет и записывали вас Это крупнейший петербургский концертный клуб под названием «Адва Грин Концерт», расположенный в историческом центре города на петербургской стороне В старинном, кстати, здании, которое принадлежало ранее заводу «Ленполиграфмаш», заводу полиграфических машин Это огромный цех этого завода на 5000 квадратных метров Без малого 4 года назад владельцы взяли этот зал и полностью переделали его То есть там прекрасная концертная сцена, привезенная из Германии Там прекрасный 20-киловаттный светодиодный свет, уже не газоразрядный, как шоу-холл «Атмосфера» Там столько же на 20 киловатт звука Прекраснейшее совершенно звуковое световое оборудование управляет всей этой машинерией И, конечно же, мы привозим туда много нашей техники, с которой вы уже знакомы Мы привозим туда огромный проекционный экран 5х6 метров, на котором идет рирпроекция за вашей спиной Все, что нужно, можно и с собой, музыканту, привезти Если хочешь, чтобы показывали что-либо для вас важное Снимаем, как обычно, на 6 камер нашего парка в формате 2К, в формате высокого разрешения 1120 на 1080 Используем новый 12-метровый кран Он на 2 метра больше, чем тот, который мы привозили в атмосферу И почти 20-метровую рельсовую дорогу с новым стадикамом, на котором расположена именно платформа доли То есть та самая операторская тележка, как ее называют, с которой работает подвижный горизонтальный план Все это большое хозяйство приезжает в клуб А2 И там, собственно, происходят наши съемки, начиная с августа прошлого 2015 года Это уже второй наш сезон в А2 Поэтому приедете к нам осенью и будете работать на этой площадке Подчеркиваю, одной из самых лучших концертных клубных площадок Питера Подчеркиваю, зал на 5000 квадратных метров Спасибо вам за приглашение Я думаю, вам это будет очень интересно И будет интересно публике Потому что, конечно, параллельно, либо в преддверии того альбома, который будет издан Конечно, интересно познакомиться с вашими песнями на сцене Ну и в финале, как всегда, то, что я предлагаю сделать каждому из наших гостей Ваше пожелание для той публики, которая смотрит нас на YouTube в первую очередь Ну и слушает онлайн сейчас, конечно Но на YouTube, он же устроен по принципу Video The Mind Естественно, это важнее Потому что в какой бы момент ни открыли после того, как мы с вами покинем эту студию Это пожелание ваше всегда будет казаться совершенно актуальным и свежим Ваше пожелание той публике, которая смотрит нас сейчас Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех тех, кто нас сегодня слушал Слушал этот эфир И для меня это действительно событие, что меня пригласили в эту студию И я очень вам признателен за это Спасибо Ну, а всем нашим слушателям я хочу пожелать слушать хорошую музыку Музыку, в которой красивые стихи Вот для меня это очень важно Наверное, как для телевизионщика, может быть Я к слову отношусь очень чутко и очень важно Она для меня И поэтому для меня первично, что ли Это вот Ну, для шансона это все-таки, согласитесь Это основа Это основа Потому что шансон это музыка вокруг стихов И без стихов это просто не то будет Это будет что-то другое Это не будет шансон Да, да, поэтому вот слушайте настоящий шансон и получайте удовольствие Спасибо, спасибо, дорогие друзья Спасибо за то, что вы были с нами Еще раз напомню, замечательный автор, исполнитель из славной Казани Алексей Иванов Сегодня, кстати, впервые посетил очно А не заочно Заочно мы уже представляли его музыку Эфир радиостанции «Шансон-24» Я, Леша, еще раз выложаю вам благодарность от нашей дирекции За то, что вы выбрали время Заранее с нами договорились И не просто приехали в Санкт-Петербург, но и посетили нашу студию Поэтому спасибо вам за этот час эфира Спасибо вам за приглашение Что касается наших слушателей То я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующей недели К сожалению, завтра мы немножечко заняты Поэтому завтра не будет эфира ночного такси в субботу Не ищите нас в эфире А вот через неделю, конечно, мы с Аркадием Александровичем к вам вернемся Моего сына Аркадия Фрумина Я также благодарю за прекрасную работу Всего вам самого доброго, дорогие друзья Финальная песня в исполнении моего гостя Алексея Иванова уже звучит в эфире До следующей недели Я снова признаюсь в любви тебе Необъяснимо, красивая, самая лучшая на земле Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне Непоправимо, любимая, самая лучшая на земле Мне не поверить сможешь Но вопреки судьбе В эту минуту тоже Я думаю о тебе Ты усомнись в сомнениях И просто на раз, два, три На перекор вселенной Номер мой набери Издалека я снова Признаюсь в любви тебе Необъяснимо, красивая, самая лучшая на земле Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне Непоправимо, любимая, самая лучшая на земле Издалека я снова признаюсь в любви тебе Необъяснимо, красивая, самая лучшая на земле Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне Непоправимо, любимая, самая лучшая на земле Непоправимо, любимая, самая лучшая на земле Щелкайте, щелкайте, щелкайте Не было, чтоб грустно Щелкайте, щелкайте, щелкайте Семины семечки, правда, очень вкусно Семины семечки, покупаем в русских магазинах Европы Семины семечки Студия «Ночное такси» представляет программу «Стартовая площадка» Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе Три, два, один, старт!